Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Кузнецов, и я являюсь руководителем студии гитары 1-й Аккорд. В этом видео я расскажу вам, как выбрать гитару. Среди всего разнообразия гитар нас будет интересовать лишь две ее формы. Это классическая гитара и гитара акустическая. Эти два вида гитар имеют разные предназначения. Так, на классической гитаре исполняют инструментальную классическую музыку, а также аккомпанемент к романцам и лирическим песням. Такое предназначение гитары сложилось в силу ее строения и мягкого звука. Акустическая гитара больше подходит для игры аккомпанемента к ритмичным песням, а также партии ритма в роке, глюзе или джазе. К слову сказать, акустическую гитару раньше называли гитарой эстрадной, но будем все же приезживаться названий, принятых в настоящее время. Несмотря на повышенную популярность аккомпанемента на гитаре, базовым инструментом для обучения, особенно детей до 14-15 лет, все же является гитара классическая. Поэтому в первую очередь разберем критерии выбора именно классической гитары. Основными отличительными особенностями классической гитары являются меньший объем корпуса с большими вырезами по бокам, широкий плоский гриф, расположение 12-го лада по краю корпуса, наличие окон головки грифа и нейлоновые струны. Так как гриф на этой гитаре широкий, струны расположены дальше друг от друга, поэтому на ней проще сыграть инструментальную пьесу или какой-нибудь вид перебора, не задевая при этом ошибочно соседние струны. Помимо этого, сила натяжения нейлоновых струн в два раза меньше, чем струн металлических, поэтому ученику их значительно легче прижать, особенно если этот ученик – ребенок. Болезненность подушечек пальцев левой руки в начальном этапе обучения на нейлоновых струнах будет также меньше, чем на струнах металлических. Итак, как же выбрать классическую гитару? Первое. Определитесь с приемлемым для себя уровнем ценовой категории. Во многих случаях выбор инструмента зависит от его цены. Ценовой диапазон классических гитар очень широк и зависит от их изготовления и применяемых при этом материалов. Так, для изготовления корпуса гитара применяется как массив древесины, цельный однородный слой дерева, так и ламинат, несколько слоев древесины, склеенных между собой. Гитары из ламината дешевле, неприхотливы, но уступают по звуку. Часто из массива делают только верхнюю деку, нижнюю деку и обечайку, боковую деку изготавливают из ламината. По причине того, что наиболее важную роль в звукообразовании играет именно верхняя дека. Наибольшая часть тембра классической и любой другой гитары – это звук, который издает верхняя дека, вступая в резонанс с колебаниями струны. Сама по себе струна практически не звучит. Чаще всего для изготовления верхней деки используют ель или кедр той или иной породы. На гитарах низкой ценовой категории применяются лифа или другие мягкие породы деревьев. При выборе инструмента необходимо обращать внимание на то, чтобы срез древесины верхней деки обязательно был радиальным, вдоль радиуса ствола дерева. Это качество играет важную роль в звукообразовании. Радиальный срез можно определить по тонким параллельным слоям древесины. Причем чем тоньше будут годичные слои, тем ярче будет звучать инструмент. Чтобы определить из чего изготовлена верхняя дека, из ламината или массива, достаточно посмотреть на ее торцевой срез в розетке. Если дека сделана из массива, вы увидите один сплошной слой цельной древесины. Если же верхняя дека выполнена из ламината, вы увидите несколько слоев склеенных между собой. Покупать сразу дорогую гитару для начинающего ученика совершенно не стоит. Для начала обучения вполне подойдет простая гитара, изготовленная из ламината, включая верхнюю деку. Тем более, что качество музыкальных инструментов, представленных в настоящее время в продаже, достаточно высокое. В специализированных и интернет-магазинах предлагаются следующие цены на классические гитары. Цены на самые бюджетные инструменты в интернет-магазинах начинаются от 2,5 тысяч рублей. Это самые простые гитары китайского производства, изготовленные из лико. Но тем не менее, такой инструмент вполне подойдет для начала обучения, особенно аккомпанементу. Хотя в этом случае предстоит более тщательного выбора. Цены на инструменты любительского класса и с верхней декой из ели, но в составе ламината, начинаются от 4,900 рублей. Такой инструмент можно приобрести ученику, желающему обучаться классической музыке. Если же вы ориентированы на классическую гитару с массивом верхней деки из ели или гедра, то цены на такие гитары начинаются от 14,5 тысяч рублей. Второе. Выберите инструмент по размеру. Гитара должна подходить ученику по размеру. Размеры гитар определяются некими дробными индексами, выставляемыми в маркировке гитар. Так, гитара индекса 4,4 – это полноразмерный инструмент для детей 13 и 14 лет и для взрослых людей. Индекса 7,8 – гитара для детей 11 и 12 лет или взрослого человека, которому удобно играть на инструменте немного меньшего размера. Может быть, это гитара для девушки. Индекса 3,4 – инструмент для детей 9 и 10 лет. Индекса 1,2 – для детей 6 и 8 лет или маленьких детей начального школьного возраста. Бывают гитары индекса 1,4 – это инструмент для маленьких детей до 6 лет, но в этом возрасте начинать обучение игре на гитаре еще не рекомендуется. Выбор размера гитары также зависит от того, насколько ребенок вырос для своего возраста. Поэтому на выбор гитары необходимо прийти с будущим учеником, взять гитару в руки и, немного согнув пальцы левой руки, попробовать поставить их кончиками на одну струну таким образом, чтобы каждый из пальцев оказался на своем ладу, начиная с первого лада, ближайшего к головке грифа. Таким образом нужно попробовать поставить пальцы левой руки на каждой из шести струн. Если пальцы растягиваются с небольшим усилием и каждый палец оказывается на своем ладу, то это тот инструмент, который подойдет для будущего обучения. Правую руку нужно положить предпечем на край корпуса гитары, ближе к ладью, но чтобы локоть не свешивался за край. Свободно опустить кисть руки вниз и поставить кончик среднего пальца на первую струну. Если эта манипуляция дается также легко, то размер гитары подходит для обеих рук ученика и ее можно приобретать. Третье. Произведите внешний осмотр всего инструмента на предмет отсутствия дефектов, повреждений поверхностей и пороков древесины. Старайтесь выбирать инструмент без искусственного окраса и затемнения поверхностей. Например, на дешевой гитарах таким темным окрасом корпуса вполне могут быть скрыты повреждения древесины, такие как ее гни, сучки или другие пороки. Всегда предпочтительнее выбирать на инструмент корпус и гриф, которого покрыты только бесцветным лаком и имеют натуральный цвет и текстуру древесины. Только в этом случае будет видно отсутствие каких-либо ее пороков. Совершать покупку гитары следует только при отсутствии на никаких-либо дефектов, царапин, сколов лака, а также естественного повреждения древесины. Четвертое. Проверьте инструмент на предмет прочности и плотности соединения всех его смежных частей. С особой тщательностью проверьте, плотно ли прилегает подставка к верхней деке и надежно ли она приклеена к ней. Посмотрите, нет ли непроклеенных щелей между подставкой и верхней декой, особенно со стороны дальней от струн. После этого проверьте ее на отрыв путем раскачивания из стороны в сторону. Аналогичным образом проверьте надежность приклеивания пятки грифа к овечайке, нет ли непроклеенных щелей между этими элементами. После этого также проверьте пятку на прочность ее приклеивания. Если между смежными элементами имеются щели, не заполненные клеем, более того, если эти элементы имеют подвижность, то такой инструмент покупать не следует. Совершать покупку гитары можно лишь при плотном, без щелей прилегании подставки к верхней деке и пятке грифа к овечайке и надежном их приклеивании, а также плотности и прочности соединений всех остальных смежных частей гитары. Пятое. Проверьте ровный ли гриф. Для этого необходимо взять гитару в руки и посмотреть вдоль грифа со стороны ладов, сначала с одной его кромки, затем с другой. При этом линии кромок, так же как и линии порожков ладов, должны быть совершенно прямыми. Если гриф имеет даже незначительный провал в середине, то гитару с таким грифом покупать не нужно, потому что струны при грех дальних позиций будут прибежать, задевая за лады. При этом допускается смещение плоскости грифа в сторону корпуса после 12-го лада. Если же гриф до 12-го лада абсолютно прямой, то такой инструмент можно приобретать. Шестое. Проверьте высоту струн над 12-м ладом. Для этого расположите гитару горизонтально и строительной линейкой со шкалой от 0-я замерьте расстояние от порожка 12-го лада до нижнего края струны. По нормам высота первой струны должна составлять 3 мм, высота шестой струны 4 мм. Но я рекомендую делать высоту струн как можно меньше, особенно на начальных этапах обучения. Лучше, если эта высота будет меньше приведенных значений на 1 мм. Следует сказать, что высоту струн можно скорректировать путем проточки нижнего порожка, либо регулировкой анкерного болта на инструментах, на которых гриф крепится к корпусу с помощью такого болта. Но все же лучше, если гриф отрегулирован изначально правильно. Такой инструмент стоит приобретать. Седьмое. Проверьте, не дребезжат ли при звучании струны, как открытые, так и прижатые на ладах. Для этого необходимо извлечь громкий звук сначала на открытых струнах, а затем на каждой струне в отдельности, прижимая ее последовательно на всех ладах. Субтитры создавал DimaTorzok Если при извлечении и на открытых струнах, и на струнах, прижатых на ладах, присутствует чистый звук, то такой инструмент можно покупать. Восьмое. Проверьте, не выставляются ли острые торцы ладов за громкие грифа. Для этого нужно, начиная с верхнего порожка, осторожно провести рукой по обеим громкам грифа. Если рука чувствует острые края ладов, которые выставляются за линии крова, то приобретая такой инструмент, при игре можно поранить левую руку. Кроме того, это является свидетельством чрезмерного усыхания древесины грифа, а следовательно и всех остальных частей гитары. Торцы ладов должны быть хорошо отшлифованы и не выставляться за громкие грифа. Только в этом случае можно приобретать инструмент. Девятое. Проверьте работу колковых механизмов. При вращении колков должен отсутствовать люфт, проскальзывание, но при этом колки не должны поворачиваться слишком туго. Ход колков должен быть плавным, без задержки люфтов, с небольшим усилием. Только в этом случае гитара подлежит приобретению. Десятое. Проверьте, строит ли гитара по ладам по всей длине грифа. Для этого сначала необходимо настроить открытые струны инструмента, например, с помощью гитарного тюнера GuitarTunerFree, GuitarTuner, либо любого другого настройщика. Для этого необходимо предварительно скачать тюнер себе на телефон. Это приложение находится в телефоне в приложении Play Market. Настройка гитары с помощью тюнера не представляет каких-либо сложностей, поэтому каждый может справиться с этим самостоятельно. После того, как открытые струны будут настроены, необходимо по этому же тюнеру проверить их строй на четвертом-пятом ладах. Для этого сначала прижимаем вторую струну на пятом ладу и извлекаем звук. Тюнер должен показать настройку того же звука, как и на открытой первой струне. Причем тюнер должен показать точную настройку этого звука сразу, без какого-либо подтягивания второй струны. Далее прижимаем третью струну на четвертом ладу и извлекаем звук. Тюнер должен показать точную настройку такого же звука, как и на открытой второй струне, без достраивания третьей струны. Далее делаем то же самое с четвертой струной, прижатой на пятом ладу. Звук, как на открытой третьей, без достраивания. На пятой струне, прижатой на пятом ладу, звук, как на открытой четвертой. На шестой, прижатой на пятом ладу, звук, как на открытой пятой. Таким образом, мы проверим строй струн на четвертом пятом ладах, но на этом возможности тюнера ограничиваются. Конечно, звуки, которые мы только что проверяли, повторяются на других ладах разных струй. Но чтобы их найти, необходимо знать расположение нот на гриппе гитары. Существуют и другие тюнеры, определяющие точность высоты звучания всех звуков, которые можно извлечь на гитаре. Но в этом случае, также нужно знать расположение нот на гриппе гитары. Также можно проверить строй на тех же самых четвертом пятом ладах и на слух по следующей методике. Прижимаем вторую струну на пятом ладу. Извлекаем звук сначала на открытой первой струне, а затем на прижатой на пятом ладу второй струне. И сравниваем. И на той, и на другой струне звук должен быть одинаковым. После последовательного звукоизвлечения необходимо извлечь звук на обеих струнах одновременно и при этом прислушаться к звучанию. Если вы слышите биение, переливы звука, то вторая струна на пятом ладу не строит. Точным строем струны на данном ладу можно считать только звук при отсутствии такого биения. Далее проделываем ту же манипуляцию со второй и третьей струной. Прижимаем третью струну, но уже на четвертом ладу. Извлекаем звук сначала на открытой второй струне, а затем на прижатой на четвертом ладу третьей струне. И сравниваем. И на той, и на другой струне звук также должен быть одинаковым. При одновременном звукоизвлечении также должно отсутствовать его биение. Затем аналогичным образом проверяем все остальные струны до шестой. Причем каждая из последующих оставшихся струн прижимается уже только на пятом ладу. Сравниваем четвертую струну с третьей. Последовательно. Одновременно. Пятую с четвертой. Последовательно. Одновременно. Шестую с пятой. Последовательно. Одновременно. Таким же образом следовало бы проверить все струны и на остальных ладах, сравнивая их между собой, начиная с первой, ближе к головке грифа позиции. Но для этого также нужно знать расположение ног на всех ладах, всех струн по всему грифу. Или хотя бы первой позиции. Поэтому новичку, впервые взявшему в руки гитару, осуществить такую проверку строя не удастся. Это должен сделать человек, уже владеющий инструментом. Конечно, недорогой тривиальный инструмент никогда не будет строить абсолютно точно. Но в любом случае необходимо избежать грубых неточностей строя. Если таких грубых ошибок строя не наблюдается, инструмент можно предпритать. Для тех, кто еще не владеет искусством настройки гитары, существует другой способ проверки строя гитары на ладах. Заключается он в следующем. Гитара на ладах будет строить только в том случае, если лады имеют строго определенные размеры, и порожки ладов расположены на строго определенных расстояниях от верхнего порожка. Эти расстояния можно попросту промерить. Но гитары все разного размера, поэтому и такие расстояния для разных размеров гитар будут разными. На сайте студии гитары «Первый аккорд» размещен калькулятор расчета размеров ладов. Для того, чтобы определить и промерить эти размеры, зайдите на сайт студии, перейдите на закладку «Полезно», далее на субзакладку «Как выбрать гитару» и откройте калькулятор расчета размеров ладов. При выборе гитары в магазине или на пункте получения товара из интернет-магазина, эти действия вполне нужно выполнить на телефоне. После того, как вы открыли калькулятор расчета размеров ладов, промерки рулеткой или длинной линейкой расстояние от верхнего порожка до середины нижнего порожка, полученное расстояние будет называться мензурой гитары. Далее, полученные значения вставьте в калькулятор расчета размеров ладов, ячейку длина нижней зуры, и калькулятор выдаст точное расстояние всех ладов от верхнего порожка. После этого, с помощью той же рулетки или длинной линейки, промерите расстояние от верхнего порожка до середины порожка каждого лада по всей длине грифа гитары, сравнивая каждое полученное расстояние с его значением из таблицы калькулятора. Если расстояние всех ладов точно совпадает с табличными, то такая гитара будет строить на всех ладах. Если же расстояние до какого-то лада не совпадает с его табличным значением, то инструмент на этом ладу строить не будет. При проведении всех замеров, все расстояния должны измеряться с точностью до десятой доли миллиметра. В этом необходимо постараться. Особенно важен размер от верхнего порожка до середины порожка двенадцатого лада, который делит струну точно пополам и дает повышение звука ровно на октаву. После такого промера ладов нет необходимости проверять гитару методом ее практической настройки на пункте выдачи товара. Это можно будет сделать уже в начале практического использования инструмента. Если по всем десяти рассмотренным пунктам гитара прошла проверку, то этот инструмент можно не задумываясь приобретать. Вы становитесь счастливым обладателем классической гитары. Акустическая гитара отличается от классической корпусом большего размера, с меньшими выемками по бокам, длинным узким грифом, выходящим за край корпуса на два лада дальше, чем на классике, то есть до 14 лада, головкой грифа без окон и металлическими струнами. Для того, чтобы гриф не прогибался от натяжения металлических струн, внутри него располагается металлический стержень, анкер. Также из-за узкого грифа струны расположены ближе друг к другу, поэтому на ней труднее исполнить инструментальную прессу, но проще прижимать баре, прием одновременного прижатия нескольких струн одним пальцем и проигрывать сольные пассажи. Звучит акустическая гитара громче и звонче, чем гитара классическая, поэтому обучение на ней выбирают те люди, которые прежде всего ориентированы на исполнение ритмичных песен, а гитару воспринимают как аккомпанирующий инструмент. Также акустическая гитара предназначена для игры медиаторов и для игры стоя, для этого у нее сзади корпуса и на пятке грифа располагаются пуговки и крепления ремня. Поскольку на акустической гитаре устанавливаются металлические струны, то прижимать их будет труднее, а болезненность подушечек пальцев левой руки на начальном этапе обучения будет больше. Для детей младшего школьного возраста такое обучение будет противопоказано, но если будущий ученик подросток старше 15 лет, то его обучение можно смело начинать с освоения акустической гитары с металлическими струнами. По каким же критериям выбирается акустическая гитара? Прежде всего при таком выборе следует руководствоваться теми принципами, которые были разобраны для гитары классической, добавив к ним несколько специфических критериев. Во-первых, возьмите гитару в руки и ощутите, как гриф лежит в левой руке. Удобно ли ставить аккорды? Не будет ли уставать при этом рука? Если обхват грифа и постановка аккордов будут затруднены, то такой инструмент вам не подойдет, поскольку из-за возникающих трудностей вы просто не будете брать гитару в руки. Во-вторых, проверьте, присутствует ли на гитаре темброблок. Даже если сейчас он вам не нужен, то возможно в дальнейшем он вам понадобится. В-третьих, проверьте, есть ли на корпусе гитары котовые. Это вырез в корпусе под левую руку. Даже если сейчас вы не планируете его использовать, то возможно в дальнейшем вы будете проигрывать сольные пассажи в дальних позициях, и этот вырез вам очень понадобится. В-четвертых, посмотрите, где на грифе располагаются ладовые точки. Они должны находиться на верхней хромке грифа, для того, чтобы во время игры не заглядывать на его лицевую часть. В-пятых, убедитесь, присутствует ли на верхней деке пигар. Это пластинка, которая крепится на верхнюю деку и защищает ее от повреждений во время игры. В-шестых, проверьте, находятся ли сзади и спереди корпуса гитары пуговки для крепления ремня. Сзади пуговка обычно присутствует всегда, а спереди, на пятке грифа, либо около нее, пуговка может отсутствовать. Вместе с тем, это полезная функция, ведь исполнение песен под аккомпанемент на акустической гитаре зачастую происходит стоя. Если все эти условия, включая критерии выбора классической гитары, соблюдены, то такую акустическую гитару, несомненно, можно приобретать. И последнее примечание. Какую гитару приобретать, если вы левша? Совет. Приобретайте инструмент, как будто вы правша. Ведь зачастую акустическая гитара звучит в компании друзей. И если вы в такой компании захотите показать свое мастерство на чужой гитаре, обучаясь как левша, вы просто не сможете это сделать. Технические же трудности для левши, возникающие при обучении, вполне преодолевны. На этом наш материал исчерпан. Теперь вы знаете, как выбрать гитару. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал и записывайтесь на обучение игре на гитаре на сайте студии гитары Первый Аккорд. По ссылке, приведенной под этим видео. Всем пока и до новых встреч.